Здравствуйте, уважаемые ютубчане, пользователи ютуба. Сегодня, в нашем сегодняшнем видеоуроке, мы с вами будем делать гриб для нашей игры Morrowind, для нашего любимого с вами Движка Моровинского. Сначала давайте я зайду, покажу, что у меня там получилось с теми доспехами, которые я делал, если помните, насколько вы помните. Вот, и сейчас мы с вами позырим, что у нас получилось. Как вы помните, из прошлых видеоуроков я делал доспехи полностью, конкретно по ноже. У нас был с вами видеоурок по поножим, вот, и я делал по ноже. Сейчас я полностью доделал, как видите, наши доспехи, и получилось вот нечто такое. Тут у нас поножи, те, которые мы делали с вами. Тут у нас ботинки, как видите. Тут у нас наплечники, кераса и наручники. Я делал шлем, но, по-моему, это старая версия плагина, и поэтому он тут не отображается. Сейчас еще посмотрим, есть ли шлем, потому что я его, по-моему, тоже делал. Нет, шлема нет, потому что это старый плагин, вот, но я его сделал тоже. И вот такие вот доспехи у нас получились. Плюс я еще сделал голову, оторвал и присобачил ее сюда. И у нас получился вот такой вот доспех. В принципе, выглядит ничего, он выглядел бы еще лучше, если бы в Морровинде, если бы я использовал Better Body Us пакет и с помощью скининга прилеплял наш полностью, наш доспех, как кожу. То есть тут выходит то, что каждая часть идет как отдельная часть. Вот, если бы мы сделали бы скининг, это был бы отдельный мэш, то есть такой, как чест, кераса, или можно было назвать просто, там, броня какая-нибудь, там, стальная оклепанная броня. Вот, и сделать как один мэш, тогда он лежал бы более ровнее. Но, в таком случае, невозможно было бы делать вот такие вещи. То есть, отрывать один наплечник, присобачивать другой наплечник. А наша броня была бы литой. В принципе, как и во всех остальных частях Zelda Scrolls. Кроме Морровинда, наплечники больше нигде нельзя менять. Насколько я помню. Там, а уже в Обливионе, в Скайриме, они идут как отдельные части. Вот. Ну, броня готова. Уже хорошо. Далее мы с вами будем делать грибки, похожие на эти. Вот. Что-то из этого. Но, немного другие. Как вы видите, я создал небольшую локацию. Здесь сделал небольшой проход. Всякие выступы. И грибы, похожие на члены. Здесь они с этой стороны засвечены, конечно. Вот это вот плохо. Вот. Здесь есть несколько видов грибов. Такие, сякие, эти. Вот такие. Также еще тут есть некоторые деревья, некоторые дома. Это недалеко все от Сейдонины находится. Вот. Сейчас мы с вами создадим гриб и засунем его в Морровинд. Заходим в наш любимый 3D Max, естественно. И гриб мы с вами будем делать, раз уж это гриб, конечно же, из цилиндра. Из чего же еще. Подредактируем его в Скейл. Это будет немного вытянутый гриб. Далее мы добавим немного полигончиков. Не так много, конечно, слишком. Вот как-нибудь так. И конвертируем в Editable Mesh. Нет, стоп. Наверху, на крышке нам полигоны вообще не нужны. Конвертируем в Editable Mesh. Эти полигоны мы, наверное, с вами, я так думаю, удалим. Потому что они нам абсолютно не нужны. Вот. Далее нам нужно с вами сделать что-то вроде шляпки. Некую шляпку, похожую на грибную шляпку. Вот. Но я не хочу делать это как-то обычным грибом. Вот. Это будет что-то необычное такое. Необычный гриб. Необычная форма. И поэтому я еще размышляю, честно говоря, над шляпкой. Вот. Ну, давайте ее, наверное, тоже мы с вами нарисуем с помощью цилиндра. Как-то вот таким вот образом, наверное. Полигонов мы немного уберем. Сторон тоже. Вот. Как-то. Как-то, наверное, вот так. И сконвертируем в Editable Mesh. Далее приоттачим к нашему цилиндру. И он приобретет вот такую вот форму. Далее, что нам нужно сделать. Да, в принципе, ничего особенного. Нам с вами нужно его немного поправить. И. Давайте сохранимся. Как новую сцену. Морровинд. Нет. Забыл, как гриб по-английски. Люблю, чтобы все было точно. Морровинд. Ну, пусть будет 0.5, потому что там еще есть другие грибы. Пусть будет. Диск Д. Проект. Найдем морровинд. Пусть будет... создадим папку мошрум еще одну создадим папочку мошрум 0 1 0 5 ну и соответственно сохраним формате обиджи 0 5 зи браш отлично это все что нам нужно теперь мы с вами естественно переходим в браш вот так вот итак мы с вами вошли в браш ищем наш проект ну вот наш гриб будущее естественно смотрим на сеточку так она более менее смотрится дерьмовато конечно вот поэтому мы с вами ее естественно подредактируем для начала мы сделаем динамеш из нашего гриба вот и начнем его редактировать естественно трансформ активируем симметрию оп и уже что-то прорисовывается давайте создадим форму нашего гриба как он будет выглядеть и вообще он должен быть похож что ли на гриб не досконально конечно но хотя бы как видите ничего сложного такой вот грибочек так как несколько видов грибов у меня там уже на карте есть поэтому нужно будет создать нечто среднее или нечто необычное не похожее на то что уже как бы есть вот поэтому это будет не обычный гриб на ножке а что-то новенькое так скажем вот что-то не похожее что-то необычное так создаем наш грибочек какой-то вот он вот такой вот здесь снизу делаем небольшую ямку потому что это будет шляпка в принципе в создании грибов я не вижу ничего сложного тут можно делать что угодно здесь мы сделаем небольшую выемку такую вот а здесь ямку как то вот так гриб похоже на член далее нам нужно уменьшить его здесь естественно потому что это нифига не похоже на гриб вот но в детали вдаваться не будем сейчас потому что мы еще с вами не сделали UV развертку вот а вот когда мы ее сделаем тогда уже будем детализировать до начала мы с вами естественно сделаем ремеш нашего гриба с активными полигончиками и посмотрим что нам предложит браш какую сетку точнее он предлагает нам с активными точками в размере трехсот тридцати семи точек это получается где-то шестьсот семьдесят два фейса насколько мне не изменяет память в принципе нормально потому что нижнюю часть мы еще оторвем и получится где-то в районе пятиста пятьсот вполне ништяк далее мы что делаем Z-Plugin UV Master Enable Control Painting можно в принципе развертку сделать и в 3D Max но нам лень но в следующих уроках я вам покажу как делать красивую развертку в максах если для вас это принципиально или же от вас требует ваш работодатель или заказчик можете делать красивую развертку и в максе это займет некоторое время довольно много времени но развертка будет конечно намного красивее покрасивше чем с браша вот это я вам покажу как делать в следующих уроках проверяем развертку где там UV map вот она Morph UV вот в таком виде она будет у нас ничего сойдет экспортируем нашу лоу поле наших грибочек вот сюда отлично далее я закрываю браш и захожу в него заново почему потому что у меня он виснет после развертки после использования плагина UV Master если я заново опять подгружаю модель или работаю на той же точнее модели вот у меня не работает сглаживание не знаю что с этим делать вот поэтому приходится перезаходить подгружаем наш лоу поле грибочек с разверткой с разверткой точнее вот и сейчас мы его с вами будем детализировать до этого мы просто добавляем полигончиков и начинаем анонировать в промышленных масштабах над нашим грибом в принципе добавлять тут каких-то деталей я предлагаю это все делать постепенно постепенно то есть не быстро а слоями то есть сначала на втором сабдиве потом на третьем потом на четвертом потом на пятом в принципе то что советуют в других видео уроках и вообще то что нужно добавлять постепенно не сразу то есть перемещаться на максимальный сабдив мне кажется в этом есть какой-то смысл потому что можно добиться какого-то распорядка что ли я не знаю вот ну в общем проще вот сейчас я буду добавлять детали я не думаю что это в общем займет некоторое время и чтобы вы не ждали я сейчас выключусь и опять включусь когда уже завершу редактирование гриба High Poly Grip будет готов мы его экспортируем с вами в 3D Max и будем запекать текстуры а сейчас я на время отключаюсь и включусь когда я закончу его уже редактирование и так мы с вами вернулись вы скажете а что с хуйня а что ты нихуя не сделал я что-то подумал сначала я хотел сделать детали но потом что-то решил думаю ну и нахуй почему ну и нахуй потому что в интернете просто дохуище референсов грибов и смысл мне делать детали потом красить когда вот какие красивые у нас с вами есть картинки вот и вот что я скачал полазил 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 вот думаю вот смотрите сколько их тут мы сейчас с вами подберем я еще не определился насчет шляпки сейчас мы с вами определимся насчет шляпки вот он какой красивый и симпатичный о и референс есть хорошего разрешения как раз для нас как ждал все шляпка у нас с вами есть переходим в brush делаем fast shader нет давайте reflect plastic не давайте fast shader вот актив points у нас мало поэтому делаем побольше полтора миллиона хватит наверное так UV map 2048 мы ее с вами оставляем естественно texture map включаем зад выключаем rgb включаем и грузим нашу текстурку сейчас мы найдем сначала ее вот она начнем с шляпки далее мы заходим transform ну это фото текстур вот наша хрень и add активную текстуру to spotlight нажимаем добавилось вот у нас есть шляпка и у нас есть ползунок opacity который мы с вами подкрутим переместим наш текстур сюда так как наш зад откручен мухомор будет только краситься ничего на нем выдавливаться не будет но она мы в принципе и находит не надо и вот таким вот образом я покрашу сейчас весь гриб после чего я опять включусь так сказать и покажу результат короче получился вот такой вот грибок даже даже снизу такая хрень есть как под грибом вот разрешение текстур конечно не очень большое поэтому сильно огромным это гриб делать не стоит далее мы заходим в полипейнт херачим получаем вот такое вот нажимаем антиолизинг фиксим сшить швы геометрию возвращаем на первоначальный уровень и экспортируем мошрум 0.5 я решил не делать хайполь модель так как она попросту не нужна закрываем эту хренатень и вот у нас мошрум 0.5 это наша текстура заходим в фотошоп сейчас посмотрим что мы сможем с ней сделать сейчас мы немножко подредактируем и получим более менее нормальную текстуру так мы вошли в фотошоп и вот получили вот такую вот текстуру конечно для муравинда она будет светловато и мы видим здесь много всяких вонючих артефактов которые нам естественно нужно исправить так как гриб будет у нас довольно таки такой крупный поэтому нам нужно подшаманить текстурку вот чтобы она стала как надо в принципе сейчас обморочиться не будем просто стоп нет сначала используем восстанавливающие кисти я думаю вот как-то вот так вот или давайте сразу все действительно чем морозится и парить мозг так вот поплотнее делаем заплатку оп и получаем некую разбытую хиробору далее делаем так же с обратной стороны можно было конечно повозиться еще но в рамках видео урока я просто стараюсь в последнее время не растягивать видео уроки как можно больше их обрезаю выбираю ненужные вот и получили более-менее такое нормальное что-то далее сделаем здесь чтобы скрыть переход то же самое стоп я даже думаю что нам нужно сделать нет пусть остается так так как есть теперь давайте сделаем здесь то же самое под фотошопом наш гриб фотошопом тщательно скрыть следы и переход чтобы наш был как можно более плавный фотошопом сделаем наверное то же самое и тут далее выделим вот эту всю часть фотошопом на всякий случай применим размытие по гауссу 1.3 поставим 2 достаточно этого будет то же самое сделаем и тут нет много что-то я залез вот как-то то же самое 2 ну вот далее что мы еще можем сделать для начала мы можем с вами применить какие-нибудь фильтры давайте это сделаем вот у меня есть большое дополнение color effects pro у всех оно разное необязательно то что именно это вы можете использовать любое другое их кучи дополнений и кучи различных фильтров сейчас мы с вами посмотрим какой-нибудь более-менее интересный мне нравится этот но что-то он не особо подходит уменьшим контраст немножечко неплохо но давайте посмотрим еще что-нибудь так detail extractor duplex dynamic skin glamour glow кривые про контраст рефлекшен эффект color cast skylight sunlight light light нейтрализатор я думаю нужно использовать beach bypass вполне неплохой контраст уменьшим нет значит мне фильтр это не нравится давайте ка мы сохраним то что у нас мы отредактировали для начала теперь уже в jpeg выйдем отсюда вот наша текстурка и зайдем вот сюда тоже интересный плагин там есть свои эффекты давайте посмотрим что нам предложат данный плагин в принципе он тоже ничего неплохой кидаем нашу текстуру у него и посмотрим что он нам предложит вот тут есть разные фильтры они выглядят по-разному и фильтры и опции сейчас мы с вами посмотрим что они себя представляют dark bleach грунт долл красный мэт но это в принципе тот же beach bypass только немного другой давайте выберем что им среднее нет не годится вон шаду cool cool shadow тут мне нравится больше Упасите, можно добавить Нет, тоже что-то не то Давайте вернемся в Photoshop Давайте сделаем как Я сейчас отредактирую эту картинку в Photoshop Покручу, поверчу фильтры Посмотрю, чем мне больше нравится И как только я закончу Я покажу вам результат этой текстуры Итак Мы с вами возвращаемся Я отредактировал нашу текстурку Она получилась вот такого вот плана Грибочек наш получился вот такого вот вида Давайте его отрендерим Вот он Вот Переключим рендер на VRA-овский Блять Где он тут? Вот он И получим наш грибок Вот падает тень Так что ничего страшного Вот он Далее Что мы с вами сделаем Мы удалим лишние полигоны Так как в игре Нам эта Нижняя часть Вот эта абсолютно не нужна А тут Раз, два Сейчас объясним Сколько тут 34 уже А тут целых 66 фейсов Которые нам абсолютно не нужны В принципе нам И вот этот ободочек Тоже не нужен Вот Ну мало ли чем Вдруг понадобится Ладно Оставим Итак Общее количество полигонов Нашего объекта Всего 604 Я в принципе могу Применить модификатор Еще мультирез К этому нашему грибу Вот И Получится Что Уменьшится Количество полигонов Но Пострадает сетка Я не хочу Уж больно Она симпатично выглядит Ну что Давайте Экспортировать Его в уровень И посмотрим Что у нас выйдет Что нам покажет Движок Итак Берем нашу Текстурку Которую я редактировал Мы видим Что у нас тут Некоторые есть Артефакты Вот это вот Нам надо убрать Я думаю Потому что Я сам не заметил С первого раза Но Так не годится Вот Так как При обходе Нашего гриба В игре Это стопудово Будет видно Поэтому Мы Все говно Выделим В принципе У нас будет Еще видеоурок Я покажу Как текстурировать В фотошопе Не используя Зи браш Тоже Вполне нормально Симпатично Получается Это я к тому Что можно И не использовать Браш Когда вы Текстурируете 3D объект То есть По минималке Или вообще Текстурировать Его в максе Вот А остальное Делать В фотошопе Я Это к этому Говорю Вот Вы Рендерите Только Части UV Развертки Вот А всю текстуру Накладывать В фотошопе Тоже Вполне Достаточно Такие Интересные Вещи Получаются Достойные Наверное Вашего Внимания Вот Такие Вот Дела Вполне Симпатичные Что-то Шоп Подвис А мы Еще Не Закончили Вот Сейчас Мы Используем Восстанавливающую Кисть И думаю Можно Уже Будет Продолжать Стоп Делайте Уже 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 Продолжаем Делайте Уже так что у нас далее по плану открываем с помощью пайнта эту хрень смотрим разрешение 2048 в принципе достаточно сохраняем как мошуром 05 но в dds формате так как моровинд использует dds разрешение оставляем тоже думаю менять его нам не нужно вот наша текстурка кидаем нашу текст нет стоп давайте кидать не будем экспортируем export selected мошуром 05 и закрываем наш макс так как он нам пока не нужен открываем 9 макс так как плагины импорта и экспорта которая скачал на сайте soundforge.net установлены у меня на девятом максе следовательно экспортировать я должен из 9 макса далее сейчас мы экспортируем в игру потом после чего пройдемся по игрушке посмотрим на наш грибок что из него получилось вот обойдем его вокруг ставим его в локацию и увидим что вышло импортируем наш новоиспеченный гриб в движок не в движок 9 макс вот он наш гриб красим его в dds текстуру и экспортим давайте сделаем еще некую манипуляцию reset xform reset selected и экспорт selected выбираем не файл выбираем а может ром 05 наверно здесь мы выбираем уровень экспорте далее вырезаем нашу текстурку кидаем в игру папку текстуры мод у меня у вас она может быть любая другая далее мы ммм ищем наш сраный гриб мушрум 05 открываем его с помощью программы не вскоп предыдущих уроках я вам говорил где ее достать где где в интернете так но все в норме вырезаем его возвращаемся в папку дата файла и кидаем в meshes вон там переходим в наш движок свет у нас включен заходим в объекты которые называются статики а муж ром 05 называем его ищем наш муж ром вот он и сохраняю а муж ром 05 а вот и наш гриб выглядит он вполне симпатично далее мы его воткнем куда-нибудь куда-нибудь наверно вот здесь оставим его так чисто для проверки во первых мы увеличим его размер и разместим на локации хотя мне кажется он слишком текстурный текстура наша светловато и выбивается из общего фона я бы ее немножечко наверно затемнил что ли вот наверно так и сделаю потому что слишком она какая-то светлая закрываем наш движок переходим наши игры опять моровинт опять дата файлы опять текстуры мод мошуру мошуру 05 вот наш текстура открываем паинт нетом сохраняем с помощью паинтнета формат чпк сохраняем ту же папку у нас появляется мошуру 05 шпк кидаем photoshop опять и все-таки нужно применить какой-нибудь фильтр который затемнит нашу текстуру потому что иначе выглядит и слишком светло и выбивается из общего фона в принципе можно применить контраст но у меня он не очень устраивает наверно мы яркость уменьшим контраст добавим saturation уменьшим еще контраст и наш текстура затемняется отлично файл сохранить как мошуру 05 сохраняем далее мы опять открываем нашу текстурку с помощью паинтнета и пересохраняем ее формат dds спрашивает заменить говорите да и сохраняйте отлично все больше никаких манипуляций нам в принципе делать не нужно грипп у нас есть текстура у нас есть нам остается только войти в моровинд и проверить как будет выглядеть наш грипп в нашей игре итак давайте же с вами проверим как выглядит наш с вами грипп как он вписывается в окружающую среду сейчас мы заходим в моровинд и смотрим что мы получаем в итоге как видим наш грипп выглядит довольно таки симпатично затемнение прошло удачно он вполне себе вписывается в окружающий фон и не конфликтует с другими грибами по своей яркости и и сочности цветов единственное что я добавил бы к нему так это сделал имитацию бампа как здесь то есть можно было его запечь прямо в 3д максе наложить карту нормалей наложить карту спекулара рефлекта поиграться с материалом и получить нечто что-то в этом роде но я не стал мы пока получили только диффузную текстуру и выглядит она довольно таки симпатично всем спасибо за внимание урок окончен подписывайтесь ставьте лайки субтитры делал DimaTorzok на Legendas Йёмбарк